Мы в старой пинокотеке, музей, который находится в немецком городе Мюнхене. Перед нами монументальный диптих Альбрехта Дюрера. Он состоит из двух панелей и называется «Четыре апостола». Эта картина очень интересна, так как является отражением исторического момента — протестантской реформации. Дюрер, автор этого произведения, тоже перешёл в протестантство. Был католиком, сторонником Папы Римского, а стал последователем Мартина Лютера. Я не уверен, что сказанное вами очевидно для любого человека, который смотрит на эту картину. Что в ней наводит на такие мысли? Дюрер изобразил на переднем плане именно тех двух апостолов, которые особенно много значили для Мартина Лютера — Иоанна и Павла. А позади Иоанна он изобразил того апостола, который лучше всего ассоциируется с папством — Папы Римским Петра. Это он держит в руках большой золотой ключ, ключ от Царствия Небесного. Здесь и отразились идеи реформации, так как основой этих идей было утверждение Лютера, что необходимо вернуться к Библии как к первоисточнику знаний о Боге и пути к спасению, уповать не на церковь и её деятельность, а на Слово Божие. Идея, что обычному человеку доступ на небеса может дать только Папа Римский, была опровергнута. Мы все получили доступ к Библии. Именно. Мы можем строить личное отношение с Богом, читая Библию и молясь. Всего за 50 лет до создания этой картины Готенберг изобрёл книгопечатание на Западе. Библию печатали и распространяли. Сам Лютер перевёл её на немецкий язык. Теперь она стала доступна не только на латыни, но и на народных языках. До того Библия была в руках монахов и священников. Перевод Лютера изображён на этой картине. В нижней части росписи мы видим слова четырёх апостолов. Давайте внимательнее рассмотрим картину, чтобы разобраться, где кто изображён. На левой картине, ближе к нам, в красном одеянии, изображён Иоанн. Мы догадываемся, что это именно Иоанн по исходящему от него спокойствию, который так явно ассоциируется с этим апостолом. Мы уже установили, что стоящий позади него более пожилой и лысый человек с ключом в руках — Святой Пётр. На переднем плане справа изображён Святой Павел. Вполне ожидаемо, что Павел держит в руках книгу и меч. Верно. Его убили мечом. А книгу он держит, потому что является автором посланий, включённых в Новый Завет. На заднем плане Святой Марк. Он держит в руках свиток. Святой Павел — второй апостол, особенно важный для Лютера. Именно слова Павла вдохновили Лютера. Павел писал, «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». За веру, а не за добрые дела, человек получает место в Царстве Небесном. Это центральная идея протестантов. Я хотел бы уделить минуту тому, что удалось достичь художнику, Дюреру. Посмотрите, как могучи этим уже. Они величественны. И все такие разные. От читающего Иоанна веет спокойствием. Пётр старше. Кажется, он читает через плечо Иоанна текст, на который тот указывает, а значит, учится у Иоанна. Мне кажется, он подобострастен по отношению к Иоанну. Его атрибут, ключ, почти забытым. Всё внимание уделяется книге. Библия открыта на абзаце «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Так что идея в том, чтобы ориентироваться не на церковь, а на само Слово Божие. Справа также изображены два очень разных человека. Марк, кажется, на стороже, высматривает какую-то опасность на горизонте. А Павел выглядит так, как будто полностью освоился с опасностью, которая на себя навлекает. Он выглядит, как человек, готовый к обороне. Выражение его лица даже напоминает гнев. Все они по-разному рассказывают об этом невероятно противоречивом моменте. Это был чрезвычайно опасный момент. Лютер восстал против католицизма. Эти страны отделились от католической церкви. За этим последуют войны, погибнут люди. Люди оказались перед выбором, каким путём идти к спасению, церковным или протестантским. Подумать только, от этого решения зависела судьба души каждого из них. Были также и практические соображения. Отказываясь от католической веры, Дюрер, как художник, отказывался тем самым от покровительства церкви. Верно. Дело в том, что сторонники Лютера и сам Лютер были озабочены ролью культовых изображений в церквях. Они опасались, что люди поклоняются этим изображениям вместо Бога. Поэтому в регионах Европы, которые перешли в протестантство, церковь перестала заказывать произведения искусства. Католическая церковь была главным покровителем искусства. Это произведение создано не по заказу. Эти две картины Дюрер написал за свой счёт и подарил старейшинам города Нюрнберга, которые поместили их в городской ратуши. На этой картине описаны опасности, характерные для эпохи Дюрера. В четырёх цитатах в нижней части диптиха каждый из четырёх апостолов предупреждает о лже-пророках, о том, что люди легко впадают в заблуждение, а также о том, как важно прислушиваться к Слову Божию, а не к тому, как его толкуют люди. Есть что-то особенное в этом сжатом пространстве, которое занимают фигуры. Нечто, помогающее нам сосредоточиться на идее, что эти фигуры передают Слово Божие. Какой момент! Религиозное мировоззрение людей перестраивается, а Дюрер переосмысляет то, как живопись может это отразить. Религиозное мировоззрение людей перестраивается. Слово Божие. Продолжение следует...